Я Трофимова Надежда Алексеевна. Я работала в казенном учреждении Центра обеспечения деятельности учреждений начальником контрольно-алитического отдела. Я там работала с ноября 2015 года. В апреле этого года мой отдел в составе пяти человек подлежал сокращению. Я считаю, что мое сокращение меня и моего отдела было незаконным. Но сокращалось не только я. Вообще в этом учреждении было допущено массовое сокращение работников. Были розданы извещения о сокращении 62 человекам. По сокращению уволено было 8 человек. Мы обратились в органы прокуратуры, в трудовую инспекцию. Я лично еще обратилась в суд о том, что нас незаконно уволили. По материалам проверки прокуратуры вместе с трудовой инспекцией было вынесено представление о нашем возврате на работу в связи с тем, что весь порядок сокращения был проведен незаконно. 12 сентября 5 человек пожелали вернуться на работу. В первый же день нам было сказано, не волнуйтесь. Хоть вы и не волнуйтесь, хоть вас возвращают на работу, но тем не менее вы опять будете сокращены на основании постановления губернатора. Номер 900 постановления от 25 сентября. Это уже как потом оно вышло. Первый раз нам даже не назвали от какого числа. В данном постановлении было написано, что только сокращение численности в этой организации. Было 159, теперь 150. И значит сокращается 9 человек. Еще добавили одного первого заместителя. На каком основании, почему нас сокращают, нам это было как бы не представлено. Есть только приказ, ссылаются на постановление губернатора. Когда готовились, я как поняла, это постановление в ЦОДУСе, в данном этом постановлении написано, что вреда людям не будет допущено. Но тем не менее 27 сентября начали повторную сокращение нас, сотрудников, которые были уволены первый раз. Почему именно это мы? Без всяких объяснений. Те люди, которые были трудоустроены вновь в созданных отделах и которые не сокращались, и мы считаем, что они были незаконно на должности поставлены, они не сокращаются. 27 декабря у нас последний рабочий день. Да, я хочу обратиться к губернатору, чтобы он обратил внимание на эту организацию. Почему в этой организации было допущено массовое сокращение, почему люди пострадали, почему сокращают живых людей, а не вакансии. И почему это все происходит, сведомо Департамента социальной защиты Воронежской области. Субтитры сделал DimaTorzok